Вы видели хлеб? Хлеб видели? Русский. Нет? Нет. Надо было, чтобы вы видели. Что-то такие поганые. Хлеб нельзя говорить, что поганые. Он никудышний. Андрюха, а ты там что сел? Сидите, а это были позиции «Россия»? Все раз, были. Нет, они остались, российские. Пока. Ну не на долго. Андрюха, Чечен, пошли с нами. Пацаны, остальные оставайтесь. Куся, командир огонь. Давай со мной. Осталось пару пачек. Вчера деда две потерял. Может, прорыл. Конечно, подмахал. Мы на передовых позициях на Харківщине, где украинская армия контратакует. И, власне, смотрите это видео, подписывайтесь, ставьте лайк. Мы тут с генералами, так что мы чувствуем себя в безопасности. Хотя тут достаточно горячо. Что с волосы поработали, да? Нашей землей, гады. Хочется, им таких же подарунков трещички носить. Как я говорю, на все свой час, все будет. А сейчас мы их выкинемо из нашей земли. А там дальше, как керевниство наше скажет. Мы, в общем, миролюбивые люди. И не желаем смерти никому. Но когда до нас идут, то мы отвечаем очень мощно. Я скажу еще наступное. Что, мабуть, еще не родился тот воин, который сможет перемогти украинскую нацию. Слава Украине и бронесилам Украины. Генерал рассказывал, что у вас тут была вчера какая-то контратака. Это по нас? Нет, пока не по нам. Хорошо. Что тут какие-то вискочки, десанты, и вы на себе приняли удар, ваш батальон? Наш подраздел, верный мне, несе службу, находится на позициях. Так, вчера была попытка атаки на наши позиции. Мы ее отбили. Сколько людей атаковали вас? Не буду вам всего рассказывать. Скажу вам так, что наш подраздел подбил МТЛБ противника с тем десантом, который направился в нашу сторону. А это что сзади нас? Это не наша работа, скажу вам отверто. Это самоходная артиллерийская рука. Да, это работа других подразделений, которые молодцы гораздо больше, чем мы. Что мы, пехота, наша справа на самом деле маленькая. И все. Вы брали участь вчера в этой зачистке? Вот парень брал участь. Это наш гранатометчик. Ну, мы шли с боевого чергования и вышли на дивизионную разведывательную группу, которая начала по нам корректировать огонь. У нас были ранены 300-ые. Минометный обстрел пришел прямо в колонну, когда мы шли. И после этого мы вызвали подмогу. И пришли наши ребята, и мы зачистили подразделение. И вернулись без потерь. Нет, нет, нет. Мы знали, что здесь русские, и насчет звильного у нас не было иллюзий. Да, у нас не было иллюзий, мы знали, что здесь есть россияне. Здесь большинство ребят, я с 2014 года воюю, вот с 2014 года воюют. Харьковщане, здесь как бы, ну, нет смысла там кому-то врать. Я вообще не призвану, я инвалид войны второй группы. Я пришел сам. Наше завдание – держать позиции и защищать потихоньку подразделом. Мы вот идем по дачным поселкам, там находятся россияне. Мы туда выходим точно так же, как они, как они нам делают пакости. Мы выходим, подбиваем их технику, возвращаемся. Их там слишком много, нашего подразделения не хватит, чтобы их выбить оттуда. Но, тем не менее, мы приходим, бьем их технику и уходим. Этого достаточно, чтобы они спали неспокойно. Сегодня ходили на их позиции. Они тоже не ожидали, что мы придем прямо по ихним окопам. Они рассчитывали, что будет стрелковый бой, там, я не знаю, с километра, может, или больше. Но наши пацаны зашли в позиции и достаточно нормально нанесли им урон. Они такого не ожидали. Причем это было второй раз уже. Все все знают, что дело. Здесь нет ребят, которые не хотят. Здесь все пацаны, которые… Даже те, которые первый раз пришли, они очень быстро пришли в чувства. Потому что здесь либо ты, либо тебя. Здесь не приходится выбирать. То есть, там, нет такого, что я не могу, я не хочу. Здесь, ну, не будешь, не хочешь, тебя убьют. Поэтому остается просто защищать. Как вас зовут? Дима. А позывный? Не пара. А что, не пара? Ну, говорят, похож на этого певца из группы. Не пара. А, да, ехать. Дякую. Мои ребята позавчера подбили МТЛБ. Это спокойно, это не в нашу сторону. Ребята подбили МТЛБ. А какие эмоции переполняют? От того, когда вот мое подразделение, там, с которым я занимаюсь, служу, воспитываю, веду бой. Когда оно выполняет какую-то боевую задачу, меня переполняет гордость за то, что у нас есть такие люди, да? Это герои. Бойцы, на самом деле, они герои. Смотри, мне обидно, когда говорят территориальная оборона. Мы армия самая настоящая. С оружием и со всеми. У нас пацан приехал в Грузию за нас воевать, сам добровольцем в Грузии. Он, как бы, то ли украинец, то ли... Не, он грузин, да? А, украинец, но он жил там уже в Грузии пять лет, да. Вот он приехал сюда, и ему там в Грузии помогали, там, и тепловизоры передавали, там, и амуницию, и вот такая дурацкая пуля его, ну вот он погиб. Ну, скорее всего, ну, или шальное слово, или снайпер. И что, а вы не знаете, где они? Забрать не могли? Забрать не смогли уже, ну, то есть они двухсотые. У нас трехсотых, больше тринадцати людей было раненых. Мы вытаскивали раненых, а они уже просто, ну, и главный сержант погиб тоже там сразу же. Просто они, пацаны говорят, ну, они уже посинели, их не надо, конечно, было вытаскивать, но если были раненые, они в первую очередь вытаскивали тех, кто еще... Они вытаскивали раненых, потом не могли вернутись туда, да? Да, они остались уже, ну, четко в русских окопах, и туда сейчас, ну, за ними идти, это опять будут потери. Откривай, плохого, бля, супер, так они драпали, что все лишили. А это для чего? Для сау. Для сау. То есть это надо устреливать хату? Да, это для самолетового артиллерийского установка. Полностью, сколько они лишили. Это, чтобы убивали наших женщин и детей, чтобы разрушали наши дома. И все эти ящики, это полные, да? Да, все полные. Они не нужно, как сейчас, открывать, потому что здесь будет заменировано. Это уже поделился, это уже как раз. Это уже поделился. А тут, и там? Да, это, и там еще. Они тут долго стояли, потому что очень богато гильз. Долго стояли. Прячу, командир, сюда. Генерал, самое, знаете, что самое обидное, что... Вот этот дом, вот этот дом строил анвар. Командир взвода моего. Когда-то. Товарищ генерал, пойдемте, пока они там перезарядятся, эти педики, мы дойдем. И вам надо выезжать. Мы уже привыкшие. Конечно, там, где мы располагаемся. Ну, теперь, как бы, в следующий раз, наверное, не скоро. Ни хуя себе. Давай нам на пепельницу, а? О! На пепельницу. Да это хуйня, ебать. Думаешь, это хуйня? Не, ну, гильзы, ну, нахуй, 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 нахуй. Сдать на черметно можно озолотиться. Да в курсе, блядь. Это, по-моему, бронза. Ну, бронза, блядь. Или латуни, или бронза, что-то такое. Да, да. А нас подхожу. Надо, кстати, стильный припасть, чтобы было мать, и горяня. А то идти это делать. Ну, а не, а транса там никто не вспоминает, что-то мать, и горяня. Я вас за руку, можете по цьому пости? Бо я йшла за руку з іншим, не знаю, что это было, генералки-полковник. Да, генералки. О, генерал. Давайте аккуратно. Він мене, короче, підтримував морально. Это только выставляйте. Что? За руку тоже жінка. Жінка? В мене теж чоловік є. Він мене зрозуміє. Настя, а чому ти тримаєшся за руку? Бо мені страшно, а так я відчуваю тебе в безпеці, психологично. Колона військ Російської Федерації думала, що пройде на територію нашого міста. Попереду місто Котузівка. Наша доблесна бригада, героїчна бригада 9-2, зупинила цю колону. Бачите, що всі русські війська стали тут і далі не змогли пройти. Скільки тут цих військ? Треба посчитати, я навіть не можу сказати, скільки. Зараз самі побачите все. Це особовим спланом виходить? Повністю, так. Ви ж бачите, що тут шла я тяжко. Я бачу. Ну, дивіться, там далі буде дивитися і форма. Форма їхніх спецпідрозділів Беркут, мабуть, там і ОМОНа. І не тільки там. Тут була Росгвардія, так. З задіюючими військами Російської Федерації. От так ці хлопці прийшли на нашу землю і доблесно тепер гниють в нашій землі. От бачите, техніка для особового складу, яка перевозила особовий склад тут. Тігри. Можете побачити їхні речі. Та вже багато тут позабирали, але... Що написано? Серега. Серега, що написано? Їли, пили. ОМОНОВСКІЙ. Це, типо, Росгвардія, так? Так, Росгвардія. Оцин. А тіла ж були, їх десь складували, чи вони там так згоріли, що їх і не видно? Так, згоріли і взяли, щоб не воняли. Це Республіка Беларусь. Подивіться. Ось шильдик. Це Беларуська, так? Так. А як називається це? Тут гуска. Зенітно-ракетно-гарматний комплекс 2С6 Тунгуска. Так. Це з РПГ, так? Так, з РПГ. Виторжало. Снаряд в каналі ствола. 30-мм. Народний артист України. Боюють в славних рездах 92-й бригады. Це РПГ. Бригадний генерал. Плюс. Ну, вийди, так поговориш. Ага. Солист театра, музикальної комедії, артист театра і кіно Владимир Ярошенко. Військовослужбовий 92-го крамомеханізованого бригаду міськарка. Дуже приємно. Дуже приємно. Бажаю здоров'я. Бажаю здоров'я. Бажаю здоров'я Томагедов. Сислав, снімі. Так, дозвольте їхати далі по маршруту. До завтра не знімати. Да. Так, снімаємо житку. Писай. Ха-ха-ха. А живой, звісно. За мною единиці. Ну, а куди я дінусь? Ми ще споем. Ще не в мене в Україні ні слава, ні воля. Все, братіки, будьте живі. І ви теж. Будемо співатися після війни. Ну, а як же? Заспіваємо після війни, хлопці. Бородний отець України. Разом до перемоги. Ага. І впав. Підсобне приміщення цього магазину вони використовували як склад для своїх боєприпасів. Там знаходились. І є те, що вони залишали свою якусь амуніцію і так далі. Просто тікали. Русська громада. Русська з російським підсумком. Підсумок новий. Новий-новий. Я зрозумію, що ви в їхніх позиціях сидите зараз. Це їхні, блин, даже, да. Це вони по-погривані. Так, так, так. Це ж вони з зіми ще заходили. Реген, наступати. Ну, вони тут сиділи в цьому, тому що в обороне позиції були закопані. І ви бачите, що брівна в два цих яруси. Ну, серйозно тут люди закопались. Ну, таких було, я не знаю, скільки, десятка дванерів, щоб залишалися в підсумках. Це оборонительна граната. Тобто це не тут сиділо в обороне. Ви ж, вам дать на пам'ять? Так, що пише. Так, а жили, як свині, ви поснімайте, що твориться возі позиції. Це ж не після обстріла. Це ж отак люди тут жили, туди вибрасували. Тому ж просто мрак. Возле магазина, в магазині. Це ж просто. Я поначалу тоже думал, що то, що показують, коли до дома заходять, освобождають, що просто в кипише люди вбігали. І отак от воно вийшло, а то нету, так люди живуть. А, подожди, чувак, покажуть, дивіться, що в мене. Ні, все ж таки не треба. О, це прикольно. Це ж таке, не зробило, я ж не мог тут його зробити. Бо Соловьєв опять скаже, що удочка валялась, рибаков розвалили, люди на рибалку приїхали, заблудилися, та опять щось не вийшло. А що, удочки ви тут не зробили? Ну, от же ж валялись удочки, вон там поназасоване, гроші понабирали. Це покрали в сенсі людей? Ну, це нові удочки. А, от, от, показую, бачите. Може воно в магазині було, ось тут в магазині, може воно забирали. Копали червяків зимою. Хоча це американка, лопата. Що там в голові, я не знаю, що там в голові. А це їхні рюкзаки, так, теж? Так, так, жаб'ячого кольору. У нас піксель, а в них жаба. Бачите, оце їхні. Доволі непоганий, але кольор. Оце такі прилітають штучки від них. Попробуйте. Це вже не то, що про людину, а про взагалі. А це що, який калібр? Це, скоріше, всього 120-й. Може більше. Може, 152-й. Оце їхній турнікет, так? Так, оце такі турнікети. Так, ось цього. Турнікетик, виотилений. Кровоостанавливаюча резиновая есмарха. Есмарха. Город Москва. Тут техніка стояла, я не знаю, що вони побігали. Тут така позиція удобна, на ту сторону. А чого вони втікали, як ви думаєте? Я не знаю. Наверное страшно. Я так думаю, жити всі хочуть. Кажуть, що вони далі тікають. Де? Прийшов військомат, записали в медики. Зараз старший бойовий медик виконує функції. А так до цього в коледжі навчав студентів і лікував тварин. Корів усі міняв. Викладач першої категорії. Не було тут ранених котів? В котів і собак стрес. Не так котів, як собаки. Одна овчарка шість днів з підвалу не виходила. Буквально позавчора тільки вийшла. І то вийшла і одразу собака на неї почала гавкати. Там чи якийсь обстріл і вона втікає. Решта ходить біля нас. Але теж тільки чути якийсь звук і одразу просяться в бліндаж. Не то, що там сама забігає, а пускає і забігає. І в ногах лежать. Атлас СССР. Це вони з собою переведуть. Ну і каска. Каска з їхнім людовим знаком «З» і стрічечка. Це в них ще є радянського виробництва каски. До сих пору це їх Володимир Володимирович так снабжає. Ну така бронь теж нормальна. У них бронежилети нормальні. А ремні до сих пор із радянськими зірками. З зірповним і молотом. Ви тут весь час були, так Віктор? Так. Весь час. Ветеран. Ветеран чого? Ось цієї війни. А, цієї війни. Многі наші жителі, як би, ну як об'яснювати, Показали своє лицо, блядь. За... Показали своє лицо, блядь. Показали своє лицо, блядь. Буде... Показали своє, блядь. Це найголовні. Якщо повернеться, то блядь, блядь. Буде искати, блядь, крайніх. Хто сотрудничав. Показали... Ребята, полетел от хуй, блядь, сука. Ось, смотри, смотри. Показали своє, блядь. Та не кажуть, що це нас. Показали авіа. Наш, наш. Наш, да? Наш, наш. Слава Богу. После такого полетика, после жужжання, блядь, прилетає что-то, блядь. Сипсинг наху. Ось так. Ладно, ребята. Спасибо за інформацію. Лекарства, нам да, лекарства. Ну, овощні, компетентні. Ну, обезболиваючі надо. Цитрамончик, хотя бы от головы что-нибудь.